Ньюсбокс Муми Тролль под шелест старинного магнитофона. Кто попал в сети ПАЛИ? Стас Костюшкин запрещает снимать свои выступления даже детям. Группа ШУ отметила день рождения солистки Шуни Балашовой. Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Два десятилетия назад Муми Тролль удивили слушателей акустика в гостином дворе. Настало время вновь использовать тот же формат. Правда, на этот раз музыканты обойдутся без участия оркестра и приглашенных гостей. В Кроку Сити Холл команда Ильи Лагутенко выступила максимально аутентично, делясь с поклонниками настроением здесь и сейчас. Подробности прямо сейчас. В Кроку Сити Холле выступила группа Муми Тролль с акустической программой «Вечерний чай». На протяжении 35 лет существования группа Муми Тролль всегда представляет собственный уникальный музыкальный образ, не занимаясь подражанием и копированием. Хорошо, что уже за полтора часа до концерта можно сказать, что это не какие-то кухонные акустические посиделки. Нет, это просто желание музыкантов, чтобы каждый из них почувствовал, что он почти человек оркестр, что он может сыграть и на одном инструменте, и на втором, и что песни можно прочесть еще в каком-то другом виде. Каждая песня Муми Тролль – это изысканно цитируемые события политической и культурной жизни страны и мира. В этот раз музыканты поразили совершенно новой сценографией, иной подачей музыкальных произведений, а также кардинально обновленному подходу к творчеству. Это своеобразный эксперимент или, если хотите, такое развитие личное, творческое, которое может быть, определит и дальнейший маршрут и курс группы Муми Тролль. «Вечерний чай» – название одной из песен Муми Тролля с альбома «Шамора». Исходя из названия, музыканты задумали представить свои романтические баллады и знакомые хиты в совершенно новом акустическом звучании для особенного настроения. Довольно сложная программа, некоторые песни мы вообще никогда не играли на публике, некоторые были в известных саундтреках кинофильмом, но в одном концерте мы их никогда не собирали вместе. Будется, и, конечно же, песни из нового альбома, которые, собственно, это сегодняшняя премьера. «Все нечестно так, но только вам, наверное, интересней, интересней». Пали снял свой дебютный клип на песне «Попала ты». Кто она, главная героиня видеоряда? Почему режиссер принял решение снимать материал на стройке? И готов ли сам музыкант к новому творческому пути? Узнаете из репортажа Анастасии Коневой. На российской сцене «Прибавление» молодой, перспективный, симпатичный Пали запел. Артист не только выступает на площадках столицы и других городов, но и снимает клипы на свои композиции. «Я такой дерзкий, такой весь современный парень, пою про любовь, то, что девочка запала на меня, вот, и вот в этом у нас как раз будет такой симбиоз отношений». Свой дебютный клип на песню «Попала ты» под руководством режиссера Александра Сюткина Пали снял в фотостудии «Мимика». Главной задачей являлось представление визитной карточке молодого артиста, выявление его различных образов. Съемочная команда совместно с шоу-балетом «Элит-С» работала и полностью отдавалась процессу на протяжении двух дней. «Здесь будут и танцы, и взрывы, и огонь, и спецэффекты очень интересные, так что, я думаю, понравится. Будут и образы артиста показаны различные, и большое количество разных мизансцен. Некоторые мизансцены будут с танцами, некоторые мизансцены будут просто сольно артист петь у нас, некоторые мизансцены он будет пробивать стены головой». «Студия новая, сегодня первый раз снимают клип у нас, поэтому дебют. Пали желаем удачи, надеемся, хороший получится клип, красивый. Будем следить, что все прошло нормально». «Это был ночной звонок от Натальи, которой я не могу отказать, своему любимому каналу, и тем более ей. И за несколько часов мы подобрали образ, и сегодня мы уже мотор, камеры снимаем. Здесь уже каждый отвечает за свое, кто за одежду, кто за визаж, кто за прическу. И все работают на одной атмосферной такой компании, дружной, и самое главное, всем это нравится». Довольно забавная история приключилась с выбором главной героини. Та, на которую выбор пал, изначально не смогла присутствовать на съемочной площадке. И ее заменила другая девушка, Анастасия Сорокина, в этот момент принимавшая участие в фотосессии в зале напротив. Так что будет происходить между главными героями? Дружба, симпатия или все-таки любовь? «Клип будет о взаимодействии с главной героиней, Настей, актриса. Посмотрим, как получится. Очень надеемся, что будет красиво и ярко. Взаимодействие, отношения, любовь, чувства». Смотрите клип «Пали на песню «Попала ты»» в самое ближайшее время на телеканале Russian Music Box. «Мне к творчеству душа лежит. Я не хочу просто дома сидеть на месте. Мне хочется снимать, мне хочется диджеить, мне хочется петь. Это все вместе». Стас Костюшкин – большой любитель малышей. Именно поэтому артист с радостью принял приглашение от президента благотворительного фонда «Северная корона» и выступил для воспитанников детских домов в одном из лагерей. Подробности в репортаже Анастасии Коневой. На территории актив отеля «Искра» прошло масштабное мероприятие. Проект «Творческая мастерская. Северная корона. Весна-2018». Подопечные фонда воспитанники 21 детского дома из 16 регионов России собрались вместе, чтобы найти новых друзей, посоревноваться в различных спортивных состязаниях и получить новые знания и опыт от профессионалов в различных областях. «Фонд «Северная корона» существует уже почти 20 лет. Мы занимаемся детьми из детских домов и интернатов. В основном эти все детские дома находятся в регионах. Мы берем тех, которые очень далеко, для того, чтобы их одарить любовью и заботой». «Туда приезжают звезды, дают шанс понять детям, что их больше всего важнее в жизни. Каждый вокал кому нравится, кому хип-хоп и так далее. Каждый ребенок находит себе интерес по жизни, потом может пойти по своей профессии». Каждый день в творческую мастерскую приезжали известные гости. Самым долгожданным из них стал Стас Костюшкин. Артист с радостью согласился на предложение «Северной короны», ведь он очень любит детей. «Естественно, что есть вечерняя программа, а вечером что должно быть? Вечером должно быть развлечение. А развлечение какое? Обязательно. Дискотека каждый день, игра в мафию и, естественно, встреча с творческими людьми. А где они еще их увидят? А у нас увидят». «Когда мы беседовали с ребятами, когда были вопросы, мне тоже кажется, что я всегда за то, чтобы быть кардинально прозрачным и чистым и честным». Стас Костюшкин устроил насыщенную программу для подопечных фонда. Помимо выступления артист постоянно шутил, радовал маленьких поклонников своего творчества, привез подарок для именинника, а также вытащил на сцену всех присутствующих, чтобы вместе завершить этот праздник песни. «Мы бьемся за одно, вот, за то, чтобы вам было в кайф, за то, чтобы вам понравилось, за то, чтобы мы за вас бьемся». «Танцую, женщина, я не танцую, я не танцую, я не рисую, я не рисую, я не танцую». «Танцую, женщина, я не танцую, хватит улыбаться, а я не с ориентацией». Целью проекта «Северная корона» является социальная адаптация, расширение географии, общение детей, обмен опытом и получение новых знаний, в том числе о музыке. Все, что мы можем найти, все, что мы можем освоить, мы это детям даем. Стон не убавляю, фая, нет вай-фая. Все ты знаешь. Группа «Шу» устроила сольный концерт в день рождения солистки группы «Шу» Небалашовой. Не обошлось и без сюрпризов. Музыканты представили на суд слушателям новый мини-альбом под названием «Твоя земля». Подробности в репортаже Алины Коломойцевой. Прямо сейчас мы находимся в клубе «16 тонн», где через пару минут состоится сольный концерт группы «Шу». Помимо этого, сегодня свое день рождения празднует солистка группы «Шу» Небалашова. С днем рождения! «Шу» – молодая группа из Москвы, играющая музыку в стиле абсолютный сол, сочетая народную музыку разных стран с современным звуком. Во всей нашей музыке, так или иначе, есть этническая нотка, скажем так, и это связано не с какой-то конкретной вещью, а вообще с нашей музыкой, с тем, что во всех маленьких уголках планеты можно найти какую-то музыку, и мы очень хотим ее открывать для себя и сочетать несочетаемую музыку разных стран. Я верю в то, что все, что происходит, то происходит, потому что так и нужно. Выступление музыканта посвятили презентации нового мини-альбома «Твоя земля», куда вошли четыре трека. Ключевая композиция «Твоя земля», «Just Energy of Absolute Soul», «Синие сети» и «You Got Me». Кроме песен с нового мини-альбома, в программе концерта прозвучали концертные боевики группы и новые композиции. Что вам нравится, что вы слушаете? Я люблю очень разную музыку, я очень люблю этнические, какие-либо этнических исполнителей. Для меня это такой целый мир, это огромный пласт музыки. Но также люблю очень джаз и рок-музыку, поэтому получается, наверное, такой интересный коктейль в нашей музыке. А над чем вы сейчас работаете? Может, есть какие-то дальнейшие творческие планы? Вообще, ну это не секрет, что мы достаточно долго выпускали нашу пластинку и уже за это время успели записать следующий EP, который, если это «Твоя земля», то следующий EP будет на морскую тему, будет называться «Прямо по курсу». Там будут песни про воду, про то, на что нас вдохновляет море, волны и так далее. Прекрасным дополнением к композициям стало этническое оформление музыки от мультиинструменталиста из группы «Сансей» Сергея Клевенского. Специальным гостем вечера стал Борис Бурдаев, основатель группы «Братья Гримм». Теперь я с ним смогу спеть. Чудесная для меня новость и радость. Мы сделали классную очень песню. Я думаю, что Шуня – это такая лакмусовая бумажка. Есть у человека музыкальный вкус или нет? Если есть, он ее фанат. Мы ее поздравляем от всего сердца. Шуня поздравляем! С днем рождения! Нам пришла пора прощаться. Завтра смотрите дайджест. Все самое интересное за неделю. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами была я, Марина Гайворонская. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!